Привет, Джейм! Сегодня мы испытываем Ниву. Честно говоря, у меня опыта с российскими машинами... Кстати, проехала старая Лада. У меня опыта с российскими машинами практически нет. До этого я брал в тест самые разные машины. Land Rover, Mercedes, Toyota, Mitsubishi, что я только и не брал. Ну, короче, всю империалистическую технику. Привычно ключ, вот ключ. Кстати, ключа тут два. Один ключ, вот этот ключ, это от двери. А вот этот ключ... Что вы смеетесь, девушка? А вот этот ключ, он, собственно, от машины. Видите, тут... Здесь даже написано Лада. Короче, тут два ключа. Вот этот ключ, вот этот нижний, он от двери, вот, квартиры. Я шучу, не квартиры, это от машины. А вот этот ключ, второй, он от зажигания, то есть заводить машину. Видите, написано Лада. То есть, если вы что-то попутали и сели за руль Мерседеса, То у вас ничего не получится Вот лада написано Девушка не смейтесь Это суровая жизнь Вот теперь Заводить надо с этой стороны Вот если посмотреть сюда По идее, по логике Вообще должно было быть здесь Значит вставляется Так, теперь что Теперь оператор покажите пожалуйста Вот эти рычаги внизу Вот в принципе тут все понятно Вот первая скорая, вторая USB здесь нету Вместо USB вот у девушки на коленках Лежит вот такая вот фигня Вот здесь открывается прикуриватель И все И вы можете подключить там какую-то музыку Телефон заряжать Ну в общем что пожелаете Кстати тут два прикуривателя Ну все таки это же машина Сторок лет выпускается И на 41 год как ее выпускают Единственное она пережила модернизацию И теперь два прикуривателя есть Вот Смотрите рычаг Оператор покажите рычаг Это ручник Амрекс Он такой же как вот У моего папы была раньше машина Жигули вторая модель И там вот точно такой же был Я помню эту ручку У меня наверное три годика был Я не мог поднять Вот Но однажды я изловчился и поднял И папина машина покатилась Но к счастью удалось остановить Ну вот Вот например Вот эти вот все вот застежки Видите вот Пристегивается ремень Вот они все тоже как из детства Смотрите Вот Вот я пристегиваюсь Вот И вот такая вот фигня Вот она Опа И пристегнулась Что вам еще показать Там Еще здесь Вот Покажите вот эту вот Надпись Дифференциал Коробка передач Вот тут вот написано Видите Дифференциал Коробка передач Вот Ну Так же было на Жигулях Вот надо вот так пальцами Эту фигню двигать Кстати Когда едешь Он дребезжит немножко Но это не страшно Но вот вы посмотрите Здесь Например Уже Появились вот такие фигнюшки Да Это чтобы Это самое Отопление включать Потому что раньше Я помню Там была такая штука Вот такая Я вот Когда у моего папа На Жигулях 35 лет назад И вот Вот эту херню Надо было Вот ручку Вот эту двигать Оттуда шло тепло А сейчас Тут ручка Все как бы Поворачивать Я правда Не проверял Как в работе Но я думаю Что работает Так На чем еще Внимание Вот здесь Переключатели света Ну раньше Все это было Значит На руле И все это было Какое-то корявое Вот А вы посмотрите Вот на это Значит Вот эти вот ручки Вот эти вот ручки Видите свет Вот они как были На Жигулях В 70-х годах Так и остались Ну честно говоря Лада Ну вы могли Что-то там Другое сделать Ну вот здесь Зажигание Значит Поменялся спидометр Смотрите Какой сейчас спидометр Опа Завелась У нее кстати Есть гидроусилитель руля Но он немножко странный Вот смотрите Если его Сейчас машина проедет Вот здесь очень важный момент Очень важный момент Кстати Подниматели стекол Они сейчас вот здесь Вот находятся А вовсе не на двери А раньше Помните Такая ручка Такую ручку А сейчас Вот видите Все по-взрослому Гидроусилитель руля Когда выкручиваешь до конца Появляется какой-то странный звук Вот послушайте Слышите Или вот другую сторону Смотрите Я честно говоря Не знаю Что это такое Коробка передач Ну сразу скажем Она чуть-чуть Неудобно расположена То есть я привык Что он где-то Вот на расстоянии Вот слегка Полу вытянутые руки Но здесь надо Вот так вот тянуться Да То есть для того Чтобы включить Вот оператор Покажите Как надо спиной Оторваться от сиденья Вот так И чтобы включить скорость Ставим первую передачу Отпускаем Отпускаем Ручник И поехали Вторая передача Едем Едем Ну Я в принципе Что хочу сказать Наверное кажется Что я в первый раз Сел за рулитой машиной На самом деле Я на ней проехал Уже 100 километров Из Еревана И сейчас мы находимся В городе Алаверди Это на севере Армении Даже не 100 километров Сколько это 150 проехал То есть я эту машину Уже Можно сказать Протестировал И что я могу сказать Конечно У нее стоит Старый Жигулевский мотор Мне кажется От пятой или шестой Модели Жигулей Там мощность Около 80 лошадиных сил И мощности Ей очень не хватает То есть Когда она ездит По горным армянским дорогам Надо постоянно Сбрасывать На вторую передачу Ну например Когда я ездил На Митсубиши L200 Я до этого брал в тест Я мог там На четвертой передаче Ехать практически В любую гору Здесь Значит только на второй Но Но Когда вы едете По бездорожью Вот здесь вы чувствуете Она очень мягкая Она прекрасно идет Да Где-то что-то поскрипывает Хотя машина и новая Но она идет Она не ломается Она мягкая Она хорошая Мы сегодня покатаемся По горам Это регион Лори На севере Армении И это город Алаверди Кстати город Очень интересный Известен он К сожалению Своим металлургическим Комбинатом Который Насколько я знаю Уже не функционирует Ну и слава богу Потому что он тут Загадил всю экологию А в принципе Город очень прикольный Очень интересный Кстати Обратите внимание Дорога заканчивается И смотрите Как хорошо идет машина По грунтовке Причем тут получается То асфальт То грунтовка То асфальт Вот такое вот Выходит Едем по дороге Которая связывает Армению и Грузию Которая идет в направлении Пограничного пункта Баграташен А со стороны Грузии Садохло называется В общем эту дорогу Делают уже года три Вы не подумайте Что это какая-то там Проселочная дорога Где-то там далеко В лесу Это ключевая дорога Между Ереваном и Тбилиси Значит ее делают Три года И с этой дорогой Тут была Своя история Еще при старой власти Еще до революции Начали строить На нее выделили Насколько я помню Миллиард долларов Еще строили Строили Но как всегда Большую часть украли Там распилили Откаты Шмамкаты Ну как обычно И сейчас эту дорогу Пытаются доделать Но речь не об этом Я вообще про Ниву Хочу рассказать Вы посмотрите Как хорошо Нива Себя чувствует На этой дороге Сплошным потоком Здесь идут фуры Которые ремонтируют дорогу Это та самая дорога Из Армении в Грузию Через Баграташен Садохло Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Или может быть вы думаете, что Можно подойти сюда Ой, ба-бах Кстати, очень сильно, очень громко захлапывается Я прошу прощения Надо всегда придерживать Короче, никакого замочка тут нету Ничего нету Если будете вот за ручку дергать Ну, собственно, ничего и не изменится Ну и как по-вашему? В общем, я показываю В общем, открывалка для багажника Находится вот тут, смотрите Открывайте сидение И она находится вот здесь Видите? Вот она Вот эта ручка Сзади же двери нету Так вот за эту ручку дергаете, смотрите, слушайте Опа! Слышали звук? Это сзади открылся багажник И вот теперь только вы подходите И тянете за ручку Вот И он открывается, понятно? Сейчас аккуратненько закрываем Чтобы он больше не бахнул Все, едем дальше Вот такие здесь замечательные места Вот на этой самой дороге Которая ведет из Еревана в Тбилиси Ну, откровенно говоря, дорога тут вся разбитая Но в этом есть и свой колорит Мы находимся в селе Дебетаван Это самое северное село в Армении Едем дальше, посмотрим, что там есть Это по сути на стыке трех границ Армения, Грузия, Азербайджан Прекрасная, прекрасная машина Село такое довольно интересное Насколько я понимаю, здесь в основном занимается сельским хозяйством Такие домики еще сталинской постройки Дороги здесь исключительно вот такие вот грунтовые Но для нашей Нивы море по колено Смотрите, какая у нее посадка Какой у нее клиренс И мы продолжаем путь дальше Посмотрим, что-нибудь еще интересное Какая красотища Вы только посмотрите на этот антураж А мы едем дальше Это самое северное село в Армении Вот здесь вот написано Сильная Армения Ну, честно говоря, вот этот пейзаж вокруг Он совсем не напоминает Сильную Армению Девушка, вам куда? Садись, подвезу Слушай, давай Дебедаван Ты Дебедаванская, да? Почти Садись, девушка, поехали Не обижу Накормлю шашлыком Угощу вином Напою Гости приглашу Спасибо Езжайте, езжайте Ну, как хотите Такого мужчину потеряли Такого мужчину Рож Хлеб Здесь была девушка Это же Слушай, это та самая девушка Которую хотел подвезти Которая сказала Поезжай сюда, дорогой Поезжай, ничего тебе не обломится Дорогой Езжайте, езжайте Слушай, тихо Хлебучком Хлебучком Накормите Хлебучком Красавица Девушка Не время еще Не время Поехали Поехали Хлебучком Хлебучком Слушай, come on to my house Я дам тебе канди Канди? Канди Канди Как там было? I'm a pretty emigrant Это же известная песня Come on to my house Да, да Come on to my shashlik Come on to shashlik Господи Не та система мышления А в ритм Не попадаем Нифига Не попадаем Это все пошло От Саруяна Вильяма Саруяна А потом все Все знаменитые Стали эту песню петь Come on to my house I'm gonna give you candy Come on to my house I'm gonna give you A plan Вот когда впереди вас оказывается Вот такой вот трактор Такая вот сейлка Даже не знаю, как ее назвать О, хороший мужик Молодец, спасибо Он дает обогнать Я тут припарковал машину А сам отошел, так сказать, на минутку на природу Но какая здесь красота Я совершенно не ожидал, что увижу вот это Вы только гляньте Какое шикарное ущелье Кстати, вот тот город на горке Видите, вот там чуть-чуть наверху справа Этот город называется Ахтала Он известен еще и своим замечательным монастырем